Октябрина Иларионовна ушла на фронт добровольцем в 18 лет. Прошла боевую подготовку и курсы медсестер. Участвовала в самом крупном танковом сражении в истории на Курской дуге. Родину она защищала наравне с мужчинами. Еще в прошлом году она с прической и макияжем принимала гостей. В том числе и экс Акима и Кебастуза Александра Вербника. А сегодня приковано кровати. Но бодрости духа бабушка не теряет. Привязала приветственный адрес от Акима города. Ну как всегда традиционный день рождения. И такой небольшой подарок. Да что вы, еще и подарок. Конечно подарок. Дай вам Бог здоровья за то, что помните. Конечно помню. Спасибо. И спасибо Акиму. Где он? Он на совещании, он приедет к вам где-то пол первого, сказала, победу. Подъедет с цветами уже. Ну когда приедет, надо приедет. Я с подарками, а он с цветами как мужчина приедет. Ага. Он на все поделе. Сам Кайрат Нукенов, Аким нашего города, пообещался приехать после обеда. Извинялся, что занят. Поздравления проходили, как и прежде, с шутками и прибаутками. Городоначальника, кстати, бабушка назвала завидным женихом, мол и молод и красив. На здоровье Октябрина Иларионовна не жалуется. Уверяет, ничего не болит. И даже кокетливо заявляет, что к 9 мая обязательно поправится. Как тебе говорю, с днём рождения у вас ещё. Спасибо, мои хорошие. Всего самого-самого хорошего. Спасибо, мои хорошие. Что у вас? Вам здоровья, удачи, благополучия. Спасибо за Иру вам. А где Иру, даже не показали, где в газете нигде. Кого? Кто это такое? Покажет. Самая ответственная женщина. Ира, самая ответственная женщина. Ирой бабушка называет социального работника Бадзинену Румову, которая часто помогает по дому. Где-то кушать приготовит, где-то поможет по хозяйству. Сходит в магазин. Для ветерана такая забота и внимание важны. Значит, не забыли. Значит, помнят. Редакция ЭГТ присоединяется к поздравлениям и желает Октябрине Иларионовне поскорее встать на ноги и радовать окружающих своим жизнелюбием.